МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уже год в Бийске работает некоммерческая организация Союз владельцев похоронных домов. Что это за организация? Чем она занимается? Сегодня об этом мы поговорим. В эфире программа Я в Бийске. И сегодня мы беседуем с председателем данной организации Максимом Левичевым. Именно по его инициативе была создана данная организация. Максим, день добрый. Здравствуйте. Расскажите, что это за организация? Для чего, собственно, она была создана? Это некоммерческая организация Союз владельцев похоронных домов. Созданная для представления и защиты общих интересов, в том числе профессиональных, для достижения общественно полезных целей, а также иных, не противоречащих закону и имеющих некоммерческий характер. А когда была создана данная организация? Организация была создана в 2015 году и имеет федеральный статус. Союз владельцев похоронных домов осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, действующим законодательством и уставом организации. Вот смотрите, Союз владельцев похоронных домов существует уже год работы, да? А что было сделано за это время? За время существования Союзом была проведена оценка и анализ профессионального уровня ритуальной похоронной отрасли города Бийска. И сказать, что мы имеем твердо стоящую на ногах сферу услуг нельзя. А почему? По разным причинам. На сегодняшний день существует большое количество лиц без официального трудоустройства и не имея даже трудового договора, но при этом выполняют функцию ритуальных агентов. Могу с уверенностью предположить, что таким специалистам не составит труда представиться ритуальным агентом более уважающего себя предприятия и совершить сделку. То есть, если я правильно понял, то если что-то пойдет не так, ответственность будут нести те директора, от имени которых представились в кавычках специалисты, правильно? Да, абсолютно верно. А вот ваше мнение по этому вопросу какое? Что нужно делать? Мое мнение по этому вопросу является фундаментальным. Это недопустимо. И ответственность за это должны нести недобросовестные предприниматели, целью которых является не улучшение имиджа своего предприятия, а более банальное, но в тот же момент очень губительное для всей похоронной отрасли. Повторю, речь шла о недобросовестных и очень навязчивых ритуальных агентах, которые работают без трудовых договоров и имеют лишь первостепенные навыки общения. А что нужно делать? По меньшей мере необходимо пройти обучение и обязательно трудоустроиться. Хотелось бы убедительно попросить граждан не поддаваться эмоциям. Если на пороге появляется незнакомый вам человек... То есть ритуальный агент? Да, ритуальный агент, которого вы не вызывали. Необходимо проверить документы. И при возможности обзвонить несколько фирм, занимающихся похоронным делом, для сравнения цены и качества оказываемых ими услуг. А можно ли бейчанам, у которых в семье случилось горе, обратиться в союз владельцев похоронных домов? Будет ли им оказана какая-то помощь, поддержка, может быть? Несомненно. Обратившись в союз владельцев похоронных домов, будет оказана информационная поддержка. Вплоть до вызова агента на дом. Абсолютно бесплатно. 8-900-63-500-72-33-11. Это мой личный номер, набрав который, вам будет оказана помощь. Союз владельцев похоронных домов, это некоммерческая организация, не преследует цели заработка. Тогда какая же цель союза владельцев похоронных домов? В первую очередь, это повышение профессиональных услуг на рынке похоронной и ритуальной отрасли. Создание условий для взаимовыгодного сотрудничества в похоронной сфере. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, общественными и религиозными организациями. Для улучшения качества оказываемых населению ритуальных услуг. Защита потребителей ритуальных услуг. Укрепление материально-технической и научно-информационной базы. Похоронного дела. Повышение общегражданской похоронной культуры. И престижа профессии работника похоронной службы. Хочу добавить, что союз владельцев похоронных домов ни при каких обстоятельствах не станет чинить препятствия ни одному из субъектов, всех видов собственности. Ритуально-похоронной сферы деятельности. Так как целью и задачей союза не является найти все плохое, а совсем наоборот. Сейчас немногие организации города Бийска, как бы ни было тяжело, идут в правильном направлении, а именно, занимаются повышением престижа, профессии, похоронной службы. Пусть и не все получается, но для того и создан союз владельцев похоронных домов, чтобы координировать и поддерживать именно таких сознательных и добросовестных предпринимателей и директоров. Такой вопрос. А кто и как может вступить в союз? Для этого просто необходимо обратиться непосредственно в союз, а вступить в него может как юридическое, так и физическое лицо. Угу. А есть где-то подобная практика? Да, и за рубежом, и у нас, в Новосибирской области, и в Москве, и в Питере. Если союз владельцев похоронных домов не преследует своей целью заработка, то вам для чего это нужно? Да, для того, чтобы каждый, кто создал свой бизнес, понял вторичность капитала и первичность внутреннего, что во внешнем мире выражается как идея. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»